на библейский портал экзегет пришел вопрос можно ли гневаться не согрешая если да то как действительно есть еще написание сладкие слова гневайтесь и согрешайте есть замечательная святоотеческая формула отделяй грех от человека грех ненавидь человека люби вот надо поступать по ней другое дело что может быть она очень такая красивая логичная понятная но на практике может быть это будет некоторые зад некоторые трудности вот вы видите какое-то действие злое греховное вот надо понять что человек это образ и подобие божия даже самых страшных бармалеях бывает что-то хорошее хоть это очень хорошо показано в литературе художественно классической конечно и вот вот человек может быть совсем злой 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 а любит свою кошечку так вот нежно трепетно и так далее вот человеке есть добро почему чеку чек это образ подобие божия любовь ему на самом деле очень необходима внутренне но без нее жить не может без любви и поэтому от зла от греха любой человек злой ли добрый он страдает он страдает всегда как болезнь если болит там печенка-серенка то добрый ты везло тебя болит и тебе будешь страдать так вот здесь тоже самое происходит в духовно-нравственном сфере то человек от греха страдает и грешник страдает от греха другое дело что у него неправильная реакция на от вот свое страдание если чек праведный понимает что это грех начиная этот грех ненавидеть в себе или окружающим и начать с ним бороться с грехом от с источником первоисточником страданий то человек такой вот не очень верующий не очень так сказать духовно образованный духовно знающий он начинает искать источник страдания там окружающих людей людях там или какие-то обстоятельства прежде прежде всего я конечно не могу не хочу сказать что окружающие обстоятельства нас не заставляет страдать конечно заставляет страдать но все таки вот если мы были бы святыми вот по-настоящему святыми то почитающих жития святых ведь они даже во время пыток жалели своих мучителей и за них молились говорили не ведают господи что творят прости им вот это конечно человек обладал любовью такое любовь святой любовью но мы к сожалению такую любовь не обладаем но мы должны к ним стремиться если мы хотим расстаться с первоисточником своих страданий вот если мы начнем людей осуждать за грех то мы будем копить страдания в своей душе осуждая другого вот мы его осуждаем он плохо делает в результате мы так сказать делаем так идем таким путем что мы увеличим страдания в своей душе поэтому чтобы этого не было мы должны вот отделить грех от носителей греха вот кстати говоря даже люди не очень медицинские образованные не психиатры если ты понимаешь что ты допустим шоссофреника какие-то проблемы и он себя как точно плохо ведет у него обострение то мы начинаем извинять даже и распреденция это когда если человек вот совершает какое-то преступление даже самое страшное что обычно часто присутствует не знаю всегда ли нет я нервист но часто присутствует психиатрическая экспертиза а не психически ли больной он и тогда совсем к нему другие другое такое отношение да другие там уже не уголовное наказание принудительное допустим лечение так далее там другие сроки так далее даже не сроки а там лечение какое-то время потому что ну человек вот как бы он не имеет полноты ответственности то есть мы вот в этот случай отделяем да конечно грешник он несет в смысле полноту ответственности его нельзя сравнить напрямую с психически больным но тем не менее мы можем тоже вот так по анарологии можно как-то понять что этот грех это и его враг этого грешника и мы можем помолиться против его греха чтобы этот человек встал на путь истины чтобы человек стал добрее это возможно с божьей помощью с божьей помощью это возможно некоторые говорят ну как так батюшка ну и он неисправим ну да он неисправим я не буду спорить но неисправим для вас неисправим для себя но не для бога вот бог не так тоже конечно не гарантированно к человеке своя свобода выбора эти мнения бог способен многое сделать и много исправить то что сам человек или окружающий сделать не могут это можем богу помолиться и так сказать грех вот пытаться против него побороться вопрос против этого греха в этом человеке во всяком случае когда он поймем что мы и он страдает от его греха вот я от его греха страдать и он на своих грехах страдаем оба страдающий сторону по разному что мы воспринимаем но тем не менее уже будет легче мне воспринимать вот эту ситуацию и я же буду меньше страдать потому что само самому не будет копиться злоба от того что я страдаю за его грех что меня будет злоба как бы уничтожаться той жалостью которая будет вызывать осознание вот этой ситуации ситуации что человек страдает от своего греха я могу пока так поправим поправим по корней мере попытаться ему помочь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а